Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, учина Сергия, были Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 19 августа. Святитель Петерин, епископ Великопермский, был избран и посвящен на Пермскую кафедру после страдальской кончины святителя Пермского Герасима. После 1441 года память 24 января умерших. До того святитель Петерин Саня Архимандрита настоятельствовал в чудовом монастыре. Позже он стал известен как составитель канона святителю Алексии и митрополиту Московскому и собиратель сведений о его житии. Требов на кафедру святитель Петерин прежде всего занялся установлением дружественных отношений между зверянами и вагулами. Он рассылал увещательные грамоты и послания, стремясь оградить зверян от грабежа. Однако предводитель вагула Васыка, пользуясь княжескими раздорами и удаленностью кафедры от столицы, разорял христианские селения и убивал беззащитный народ. Новгородские владельцы земель на реках Выги и Двине, терпевшие убытки от беспрестанного разбоя. В 1445 году пошли против вагула и взяли Осыку в плен. Коварный язычник клялся в дружественном отношении к Перми и обещал не тревожить более христиан. Отпущенный на свободу Осыка стал выжидать удобного момента, чтобы напасть на усть Выс в цели убить святителя Петерима, которому приписывал свое поражение от новгородцев. В это время святитель Петерим дважды был в Москве в 1447 году для составления соборного послания князя Дмитрию Ишемяки, изменившему клятвенным договором предполагает, что составителем грамоты был святитель Петерим, и в 1448 году при поставлении на московскую митрополию святителя Ионы. Воспользуясь отсутствием святителя, Осыка снова напал на ближайшие к Петере зверяновские поселения, убивая и грабя жителей. Не только зверяне, но и вагулы, кочевавшие по притокам Петеры, убедились в истине проповеди святителя Петерима и начали принимать крещение. Озлобленный этим Осыка совершил новое злобияние. 19 августа 1456 года он убил святителя Петерима, когда тот совершал освещение воды на мысе, образуемом слиянием рек Ваги и Вычигды. Тело святителя оставалось в 1540 дней в гробе на месте кончины, так как ждали ответ на печальное известие о его представлении. И, несмотря на знойное время, тление не коснулось его. Святитель был погребен в Усть-Вынском кафедральном Благовещенском соборе возле своего предшественника святителя Герасима. Память представления его была внесена в устав уже в 1522 году, а с 1607 года была установлена общая память 29 января трем великопермским святителям Герасиму, Петериму и Ионе, преемственно сменявшим друг друга на усть в Римской кафедре. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.